Иван Яковин, Радио НВ. Сейчас мы переступим к Китаю, но сначала меня попросили рекламу озвучить, которую я считаю, что это правильно очень дело. Дело в том, что сейчас идет война, как вы знаете, страдают не только люди от войны, но и домашние животные. Вот украинская семейная компания Кормотек, которая производит питание для домашних любимцев, основала инициативу Safe Pets of Ukraine и выпустила благотворительную книгу о спасении от войны животных и любящих людей. Цель книги — это привлечь внимание, собственно, к животным, в Украине которые за последний год, бездомным животным, которые остались без дома, их стало значительно больше. Также в этой книге представлена история адопции, то есть усыновления этих четырех лапых ребят, которые, возможно, послужат для читателей примером. Я, кстати, сам вот взял двух котов, у меня два кота живут, нашлись они в машине сожженной в городе Ирпень, и радуют меня эти коты, молодцы, очень хорошие. Кстати, всем всегда советую, если вы будете брать, ну, кота хотите брать домой, да, или кошку, берите двух одного возраста, им будет в миллион раз лучше, и у вас меньше проблем будет, потому что они вас меньше будут донимать и будут заниматься друг другом. Ну, и средства от продажи этой книги будут направлены на помощь приютам для кошек и для собак. Купить эту книжку можно на сайте Safe Pets of Ukraine, продается она за донат в 200 гривен. На эти деньги можно прокормить примерно 8 собак или 5 кошек в день. Ну да, все средства от книги будут направлены на помощь приютам, имейте в виду. Ну, в общем, мне кажется, нормальная инициатива, можно поддержать. Котов и кошек, и собак, бездомных действительно очень много стало, надо им помогать. Хотя, конечно, и людей не забывать. Ну и поехали, давайте вернемся к нашим ровенонам, ну мы том, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. У Китая, как я сказал, большие проблемы с американцами, на которые китайцы никак не могут закрыть глаза. Я говорил уже несколько раз, что экономика Китая переживает значительные сложности из-за того, что она сильно закредитована. Там объем общих долгов внутри китайской экономики достигает нескольких десятков триллионов долларов. Долги эти причем брались тогда, когда базовые ставки в долларах, ну в долларах кредитов, Федеральная резервная система США вела нулевые ставки или около нулевых. То есть, ну, практически без процентов можно было брать кредит. А сейчас эти ставки сильно выросли, до 4%, и опять же около того, они то немножко вверх, то вниз идут, но, в общем, примерно 4%. То есть, никто не рассчитывал, когда брали кредиты в долларах, на то, что платить надо будет сильно больше. И из-за этого сейчас падают американские банки. Я думаю, вы слышали, там несколько банков в Америке обрушилось. Как раз из-за того, что они накупили всяких бумаг в надежде на то, что и дальше будут сохраняться, ценных бумаг в надежде на то, что будут сохраняться нулевые ставки. Но они стали не нулевые, они сильно выросли, и поэтому банки начали один с другим лопаться. И на самом деле у многих из них, скорее всего, и дальше будут проблемы. Кроме того, европейские банки начинают испытывать сложности по аналогичной причине. Вы, наверное, все слышали про неприятности, которые сейчас испытывает банк Кредит Свиз. Он там один из старейших вообще банков Швейцарии, один из крупнейших. Но доплясались они там до того, что из-за всех этих сложностей были вынуждены продаться. Этот банк был продан другому швейцарскому банку, UBS-у. То есть, реально, проблемы очень серьезные. В Китае, думайте, лучше со всем этим, в Китае хуже. Потому что, знаете, у американцев-то есть хотя бы такой плюс, что они могут доллары печатать. Сколько хотят, столько и напечатают. Европейцы могут печатать евро, швейцарцы могут печатать швейцарские франки. Все это свободно конвертируемые валюты, которые всем в мире нужны. Я пока не видел человека, который отказался бы от долларов или от швейцарских франков. Но вот китайцы не могут печатать ни доллары, ни франки, ни евро. Они могут печатать только юани. А юани в мире нужны только Российской Федерации. Как мы выяснили сейчас, больше они никому особо не нужны. Поэтому китайских банков ситуация сейчас гораздо более фиговая, чем у всех остальных. Об этом ничего не известно, об этом не сообщается, потому что в Китае все секретно. Там китайская банковская система, это такая очень мутная история, в которую лучше не влезать. И вообще, даже если влезешь, то не разберешься. Там все на каких-то личных соглашениях, договоренностях и так далее. Поэтому сейчас китайские банки попали, вот я же сказал, кредитов набрали на десятки. То ли 30, то ли 50 даже триллионов долларов. И брали кредиты в долларах, отдавать их надо в долларах, зарабатывают в юанях, а еще эти долларовые ставки расти начали. И при этом кредиты эти дорожают. Короче говоря, у китайцев нет денег, если совсем коротко. Нет денег, отдавать кредиты нет. Надо одалживать для того, чтобы вернуть старый кредит. Одолжить могут только американцы, которые печатают доллары, у которых все эти доллары с удовольствием берут. А американцы сейчас настроены очень воинственно по отношению к Китаю. Им вообще не нравится, что Китай полез не на свою территорию, а Китай полез в Европу и пытается усадить за стол переговоров, или вообще как-то там прекратить войну в Европе. Американцы считают, что это их прерогативы, и не китайское это дело. И китайцы залезли туда, куда не надо. И американцы, если вы послушаете высказывания, их представить. Блинкен вчера высказывался на этот счет, сказал, что китайцы вообще борзеют и лезут куда не надо. И вот Йенс Толтенберг сейчас, он, конечно, не американец, он датчанин, по-моему, но тоже высказывается в том духе, что что-то китайцы вообще пора бы рамки свои знать. Недовольны они очень вот этой китайской активности. И вы знаете, они сейчас просто делают заявления, вот эти жесткие кровожадные заявления, просто очень ждут, что Хи Цзиньпинь каким-то образом подставится и даст повод Соединенным Штатам ввести против Китая санкции, которые просто раздавят, уничтожат экономику Китая. У меня складывается 100% такое ощущение, что они, американцы, сейчас просто вот смотрят на китайцев и говорят, ну давай, давай, продай хоть 100 снарядов этим россиянам или, ну не знаю, хоть каких-то там тысячу дронов или каких-то прицелов или танков или что-нибудь еще, отправь туда, чтобы мы могли уже в конце-то концов ввести эти санкции, чтобы у нас был железный повод, с которым можно, например, было бы идти там во всемирную торговую организацию и так далее. Почему? Потому что у американцев, в общем, шанс сбить на взлете своего растущего конкурента за мировое господство во второй половине 21 века. То есть американцам нафиг не нужны вот эти конкуренты. Они, конечно, хотели бы сами остаться во главе. Я думаю, что и останутся, потому что у них принципиально изначально гораздо более грамотно организована и политическая система, и социальная система, и экономическая система, да и вообще все. Ну, и как бы они все-таки люди цивилизованные, им нужен какой-то... Они просто так наброситься на Китай не могут, и я думаю, они сейчас с удовольствием смотрят, прям с замиранием сердца, как Си Цзиньпинь что-нибудь там пообещает Владимиру Путину, или уж тем более что-нибудь поставит такое военное в Российскую Федерацию. Это даст возможности просто разобраться с Китаем раз и навсегда. Много сейчас, кстати, сообщений в американской прессе о том, что то дроны обнаруживаются какие-то китайские, летающие за Россию, то какие-то прицелы, то еще что-нибудь такое. Это микрочипы. Если это все подтвердится, то я думаю, американцы особо медлить не будут. У них есть... Если подтвердится централизованная поставка всего этого в Россию, с участием, скажем так, китайских государственных компаний или китайского правительства, я думаю, не будут американцы церемониться и выкрутят китайцам руки так, что те аж подпрыгнут. Но китайцам, как вы понимаете, все это не нужно. Они хотят сохранить свою экономику, потому что экономика и так в не очень хорошем состоянии. Им проблемы дополнительно не нужны. Поэтому я думаю, что Си Цзиньпинь будет максимально осторожен, будет просто, как говорится, обжегшись на молоке, дуть на воду, чтобы не злить американцев, не дать американцам никакого повода ввести против себя санкции. Поэтому я думаю, лично я думаю, я, конечно, не пророк какой-то, но я думаю, что китайцы, по крайней мере, открыто точно ничего не пообещают Владимира Путина, но и скрыто они, я думаю, не будут ему давать оружие или боевую технику в каких-либо значимых количествах. То есть, да, может быть, мешочек с чипами через границу, через забор как-то перекинуть, скажут, на тебе вот держи, чтобы никто не видел. Это может быть. Но вагонами что-то гнать в Россию какое-нибудь военное оборудование не будут. Очень-очень китайцы рискуют. Тем более, они рискуют по еще одной причине. Сейчас в Америке приближаются президентские выборы. И на этих выборах будет соревнование между республиканцами и демократами. Соревнование следующего содержания. Кто больнее и сильнее, пнет Китай, тот больше патриот Америки. И они в этом уже и в прошлый раз соревновались. Я думаю, в этот раз будет еще сильнее, потому что у сына Джозефа Байдена, Хантера Байдена, были какие-то деловые шашни с китайцами. Они там какие-то дела вели. И у сына Дональда Трампа, точнее у дочери Дональда Трампа, у Иванки Трамп, были деловые связи в Китае. Насколько я помню, в Китае изготавливается одежда, которую Иванка Трамп потом продает под своим лейблом в Америке. То есть и те, и другие в Китае завязли вот это по самые уши. Но они друг друга все равно будут обвинять, что нет, ты китайская шестерка, нет, ты китайская шестерка. И сейчас, конечно, Джозеф Байден, хочет он это или не хочет, а он, я думаю, хочет, будет давить Китай изо всех сил при малейшей любой возможности. Китайцы, опять же, это понимают, они это знают, и не будут оказывать Владимиру Путину помощь вот так вот открытым. Я абсолютно в этом убежден, хотя, конечно, могу ошибаться. Но таким образом, да, собственно, подытожим. Давайте итоги визита Сидзенпини к Владимиру Путину следующие. Я думаю, что он действительно сказал, дал понять Владимиру Путину, что у меня есть преемники на случай того, что если с тобой что-то случится. Вот то, что мы тебе дали указание по мирному урегулированию конфликта, точнее, войны с Украиной, это не наше пожелание, это, в общем, прямой приказ, ты должен это исполнять. Да, сделай, можешь это оформить так, как будто это твоя собственная инициатива, можешь это оформить как еще что-нибудь, нам пофигу, как хочешь, чтобы сохранить лицо, делай, что хочешь, но нам надо, чтобы ты это исполнил. Если ты это не исполнишь, вот мы вызываем к себе Мишустина, у нас есть Зюганов, у нас кто-нибудь еще, мы найдем тебе замену Вова. А Запад за тебя не вступится, потому что с Западом ты испортил отношения полностью. Все. Поэтому давай не дергайся, делай, что я тебе сказал. Так это или не так, думаю, мы узнаем после разговора Сидзенпини с Зеленским, если такой разговор состоится. А может быть и после даже не узнаем, может быть там будут какие-то еще дальнейшие дипломатические какие-то переговоры, но в принципе, рано или поздно, оно, конечно, результат этого визита станет ясен. Я не могу, естественно, назвать сроки, но шило в мешке не утаишь. Это точно будет известно. Ну и давайте про Америку скажу. Сегодня, 21 марта, сообщается, что в США должны арестовать Дональда Трампа. Ну, по крайней мере, об этом сообщал сам Дональд Трамп. Он сказал, что в Нью-Йорке его будут судить, собираются предъявить ему обвинение в нарушении закона, регулирующего правила финансирования избирательной кампании, и его хотят схватить нью-йоркские эти самые прокуроры и посадить в местное нью-йоркское КПЗ, или как оно у них там называется. Важно тут вот что. Трамп призвал к протестам. Плюс еще какой момент. Трамп, вы знаете, он проживает в штате Флорида. Губернатор Флориды Рон Ди Сантис является соперником Трампа на предстоящих выборах в президенты. По крайней мере, ну, сначала он будет соперником по праймарис Трампа внутри республиканской партии. И теоретически Рон Ди Сантис должен будет оформить экстрадицию Дональда Трампа из штата Флорида в штат Нью-Йорк. Против чего, конечно, выступает практически вся республиканская партия. То есть у Ди Сантиса, понимаете, какая дилемма. Этот человек, которого он ненавидит больше всего, этот человек, это его соперник на выборах. Он бы, конечно, желал бы, чтобы этого соперника просто там бросили на съедение собакам. Но он своими руками должен и сейчас вынужден спасать своего соперника, чтобы тот не попал в руки правосудия, потому что если он не спасет, то вся республиканская партия ополчится против этого Рона Ди Сантиса. Что он будет делать, понятия не имею, но сейчас в Америке, конечно, назревает очень странная ситуация, которую называют даже national divorce, то есть национальный развод. Дональд Трамп, как я много раз говорил, опять же, у меня к нему главная претензия, не то, что он у него какие-то там взгляды, хотя и это тоже. Главная претензия в том, что он изнутри разрушает Америку. Дело в том, что его личность вызывает просто абсолютно непримиримые реакции. Некоторые люди в Америке его супер любят, уважают и так далее, а некоторые дико ненавидят. И из-за этого Америка растаскивается по радикальным, так сказать, сторонам, по радикальным углам. У них не остается общего common ground, как они говорят сами, то есть общего какого-то места для ведения переговоров, дискуссий и так далее. Они просто начинают смотреть друг на друга, ну, я имею в виду правый-левый, там, республиканцы-демократы, они начинают смотреть друг на друга не как жители одной страны с разным взглядом, чуть ли не как враги. То есть там уже вот до такого доходит, и это очень-очень фигово. Более того, полиция Нью-Йорка, ожидая того, что сторонники Трампа соберутся и будут там бунтовать против его ареста возможного, они-то тоже собирают все наличные силы Нью-Йоркской полиции, даже людей полицейских из соседних городов и штатов собирают, чтобы там предотвратить возможные беспорядки и так далее. То есть дело идет к насилию, прямому насилию, и Дональд Трамп к этому насилию призывает. Это очень-очень фигово. Почему фигово? Не потому что я там сильно обожаю Джозефа Байдена, вообще-то не очень его обожаю, и даже скорее наоборот, но дело в том, что если Америка потеряет стабильность, если там начнется какая-то нехорошая заваруха, будет плохо реально всему миру, вот прям всему миру, и нам тоже, включая нас с вами. Поэтому я очень хочу, чтобы вся эта история с Трампом закончилась каким-то мирным способом. Я не знаю, стоит ли его арестовывать, даже если он нарушал какие-то законы. Я, возможно, не стал бы этого делать просто ради сохранения стабильности Соединенных Штатов. Оно, как говорится, стабильность дороже. Но, с другой стороны, принцип верховенства права, что закон один для всех и так далее, тоже, конечно, надо соблюдать. От него отмахнуться так просто нельзя. Поэтому я, честно сказать, не знаю, как американцы будут поступать. Но у меня складывается впечатление, что американский вот этот дип-стейт, глубокое государство, оно полно решимости не пустить Дональда Трампа на выборы. И даже не допустить его до праймерис. Они хотят сделать так, чтобы на праймерис победил Рон Ди Сантис, губернатор Флориды. И уже там дальше неважно, он победит или Джозеф Байден победит. Это уже, в общем, до лампочки американскому глубокому государству. Важно одно, чтобы Трамп не пролез. Но проблема в том, что по всем вопросам общественного мнения, сейчас у Трампа, Трамп лидирует. Он на первом месте и среди республиканцев, и в очном противостоянии Трамп против Джозефа Байдена, Трамп побеждает. То есть, если бы выборы были завтра, условно говоря, то победил бы на этих выборах Трамп. И, конечно, для американской политической элиты, экономической элиты, это очень неприятные новости. Они очень жалеют и очень хотят этого не допустить. Вот не допустить они этого, я так понимаю, собираются с помощью в том числе возможного ареста бывшего президента и возможного будущего президента. Не знаю. Мне такая стратегия действия американского государства кажется рискованной. Как бы они со своей нелюбовью к Трампу не довели до реального гражданского противостояния. Не хочу говорить гражданской войны, это уж слишком, но вот какое-то серьезное гражданского противостояния, типа повторения 6 января, когда там 20-го года было, 21-го года, когда, помните, Конгресс штурмом брали какие-то гаврики. Вот чтобы такого не случалось больше, очень хочется, чтобы в Америке народ как-то мудрость проявил. Ну и давайте вернемся от Трампа к нашим делам. Всем известный Евгений Пригожин, начальник ЧВК Вагнера, написал тут письмо Сергею Шойгу, министру обороны Российской Федерации, и в этом письме объявил, что город Бахмут захвачен на 70%, но что снарядов очень мало у Вагнера, что войск мало, солдат просто мало, не дают ему, и что Украина готовит контрудар, который, скорее всего, придется во фланге наступающим вагнеровцам и приведет к их окружению и уничтожению. Пригожин также написал, то есть объявил, что отправил Шойгу план противодействию возможному, даже невозможному, а весьма вероятному контрнаступлению украинскому, и план противодействия этому наступлению Пригожин отправил в секретном приложении к своему письму. В общем, Пригожин уже открытым текстом говорит, что сейчас Украина готовит контрнаступление, и результатом этого контрнаступления может стать фактическое уничтожение ЧВК Вагнера. Я так понимаю, что тем, что это письмо стало общедоступным, то есть публикация этого письма, тем, что он сделал это письмо открытым, Пригожин сейчас хочет подстелить себе соломки. Имеется в виду, что если в случае украинского контрнаступления ЧВК Вагнера будет действительно уничтожено, если во фронте российской армии образуется гигантская дыра, то Пригожин хочет сказать, что это виноват не я, это виноват Шойгу, я его предупредил, что так и будет, потребовал, чтобы он принял меры, Шойгу проигнорировал, не стал ничего делать, поэтому я тут ни за что не отвечаю, я ни в чем не виноват. Я так понимаю, что у Пригожина именно такая сейчас позиция. То есть на всякий случай, это страховка от возможного разгрома. Ну и тут еще на этом фоне, мы перешли, как вы понимаете, к ситуации на фронте, что на фронте происходит, и тут я еще хочу сказать несколько вещей, которые, на мой взгляд, очень важны на этой неделе произошли. Буквально пару дней назад Евросоюз выделил 2 миллиарда, я уж не помню, то ли долларов, то ли евро, на снаряды, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Один миллиард уйдет на закупку уже существующих снарядов, изготовленных снарядов, которые хранятся на складах по всему Европейскому Союзу и в других странах, а еще один миллиард долларов или евро пойдет на создание и модернизацию производств этих самых снарядов. То есть благодаря этому решению Украина в течение нынешнего года будет получать ежедневно, как уже посчитали, там около трех тысяч снарядов, дополнительно к тем, что уже идут, да, будет еще три тысячи снарядов. А три тысячи снарядов, насколько, как уже опять же говорят специалисты, это примерно 50% от текущего дневного расхода этих снарядов. То есть это очень хорошая прибавка к возможностям украинских артиллеристов, то есть они получат возможность стрелять в полтора раза больше, чем сейчас. А снарядный голод, к сожалению, это проблема не только у вагнеровцев, не только у российской армии, но и у украинской армии тоже есть такая проблема. Поэтому как бы эта проблема, видимо, начинает решаться достаточно радикальным способом. Опять же, я много раз говорил, что снаряды это важнее даже, чем пушки и чем танки, потому что все-таки убивают врага не танк как таковой, ну если вы там не задавите на этом танке кого-то, да, а именно снаряды выпущены из этого танка. Без снарядов танк теряет 99% смысла, он вообще становится бесполезен. Поэтому пока нет снарядов в должном количестве, в общем, во всем остальном говорить смысла нет. Вот сейчас снаряды эти вроде бы начинают поступать, это очень-очень хорошо. 18 стран примут участие в этой инициативе по обеспечению Украины снарядами, и это очень хорошо. Плюс, газета Times британская, очень серьезная, написала, что по ее данным, украинские пилоты, прошедшие тесты в США на управление самолетом F-16, продемонстрировали знания и умения, которые позволят им пересесть на самолеты F-16 американского производства буквально через несколько месяцев тренировок. То есть имеется в виду, что не нужно будет их обучать годами для того, чтобы они пересели на эти самолеты. Оказывается, у них достаточно навыков, достаточно понимания систем, авиационных систем для того, чтобы как бы в общем после непродолжительной, относительно непродолжительной переподготовки усаживаться за штурвал F-16. Это серьезным образом может сократить сроки поставок этих самых самолетов в Украину. Это тоже очень хорошая новость. Плюс, буквально вчера американцы объявили о выделении очередных 350 миллионов долларов военной помощи Украине. И там вот я заметил интересную такую позицию, выделяется довольно много денег на, точнее, ну да, в общем, на закупку катеров, военных катеров, боевых катеров для операции на реках. О чем это говорит? Я так понимаю, что это говорит, свидетельствует о том, что в ближайшее время вполне возможно, вот, кстати, многие российские эти самые наблюдатели об этом говорят, что вполне возможно, что Украина будет свое наступление проводить не по суху, скажем так, где-нибудь там в Запорожской области, а именно по реке. То есть через Днепр будет наноситься удар по левому берегу Херсонской области и дальше оттуда буквально несколько десятков километров марша на Крым при удачном высадке десанта на левом берегу Днепра. Такая операция может принести огромный успех буквально в течение там нескольких двух-трех дней. То есть это было бы круто. И я так понимаю, вот эти катера свидетельствуют о том, что действительно, ну, по крайней мере, какие-то мысли в этом направлении есть. Ну, либо это, опять же, может быть какая-то дезинформация, бог его знает, но в любом случае катера такие речные не помешают, потому что действительно огромная протяженность линии фронта, там несколько сотен километров, насколько я понимаю, проходит сейчас по Днепру. Также начались поставки бронебоевых машин пехоты «Мардер» из Германии. И тут я, кстати, слышал, читал, точнее, недавно слова одного из украинских командиров. Он говорит, что нам сейчас нужны даже больше, чем танки и чем артиллерия, нам нужны именно боевые машины пехоты и бронетранспортеры, которые смогут, с помощью которых мы сможем решать задачи, в том числе и в наступлении. И вот сейчас эти «Мардеры» начали поступать в Германию, об этом заявляет немецкая сторона. Насчет ПВО тоже хорошие новости пришли. Во-первых, украинские военные закончили обучение в Италии управлению системой противовоздушно-оборотной SAMPT, какая-то очень крутая система. А также уже поступившая в Украину французская система противовоздушно-обороны «Краталь» на днях тут сбила свою первую крылатую ракету, с чем мы с удовольствием поздравляем операторов этого самого «Краталя». Ну и последнее, что, наверное, сегодня хочу сказать, это то, что Великобритания объявила о готовности передать Украине бронебойные боеприпасы с добавлением обедненного урана. Такие боеприпасы обычно используются в танках, и они нужны для того, чтобы, собственно, для уничтожения танков противника. Обычно такие штуки, опять же, используются во время наступления. То есть, как мы видим, действительно наступление какое-то готовится. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. И пока-пока. Продолжение следует...